друзья всем привет добро пожаловать на наш канал alex family in usa думаю по названию видео уже все догадались о чем пойдет сегодня речь да сегодня мы расскажем о наших продажах сделаем очередной отчет о продажах потерянных посылок что за сколько мы продали за это время как всегда видео мы расскажем о 20 товарах которые мы продали какая у нас получилась выгода и сколько нам удалось заработать с этого это наша постоянная рубрика может быть наши новые зрители не в курсе мы снимаем об этом регулярно постоянно каждый месяц выпускаем такой ролик и рассказываем как удается реализовать потерянные посылки которые оказались нам ненужными как вы знаете мы снимаем распаковки регулярно каждую неделю то палеты то потерянные посылки и конечно же накапливается очень много у нас коробок как с вещами которые нам не пригождаются кое-что конечно же мы оставляем себе кое-что дарим а кое-что продаем сегодня как раз об этом расскажем погода у нас сегодня замечательное небо наконец-то ясное потому что у нас все дни как мы приехали с отдыха всю неделю и все дни у нас лили дожди потому что в океане какой-то шторм идет со всех сторон и у нас отголоски этого шторма то есть у нас грозы ливни и хмурая погода и сегодня наконец-то первый день ясное солнышко я решила этим воспользоваться и снять видео с отчетом о продажах единственное конечно у нас не получится куда-то поехать в какое-то красивое место чтобы там снять обычно да у нас такие видео с отчетом о продажах проходит в каких-то парках или в красивых необычных местах но сегодня пока что ясно но по прогнозу еще обещается дождь поэтому мы не будем рисковать остались дома снимем здесь на улице около дома но я думаю красоты было достаточно на нашем канале в прошлую неделю мы снимали видео о нашей поездке в горы северной каролины многие наши зрители наслаждались этими видео поэтому думаю не обидитесь на нас если сегодняшний выпуск отчет о продажах не будет наполнен красивыми местами и прогулками по разным паркам но тем не менее несмотря на то что мы никуда не поедем все равно я сейчас ставлю здесь один сюжет одна ситуация произошла со мной на работе я пришла на работу там вы знаете живет кот многие его уже знают кот буба думаю кто его знает уже соскучились как раз сейчас будет возможность его увидеть и вот с ним произошла интересная история но не только с ним там был еще один действующий персонаж который пришел в гости на территорию этого дома где я работаю сейчас и сами все увидите посмотрите смотрите друзья что у меня на работе сегодня я пришла смотрю буба кот нервничает что-то смотрит я думала белочка или что-то вот в этих кустах а потом подошла смотрю а тут лежит смотрите какой малыш маленький олененок маленький он размером наверное с кошку и вот я очень близко к ним подошла буквально метр между нами смотрите он даже не двигается не пытается убежать обычно не очень пугливые они прям еле на ногах но уже убегают он как будто только родился недавно но он вообще не реагирует никак на мои действия на то что я рядом конечно к нему не подхожу близко погладить его ли еще что-то может он болеет или что с ним я не знаю в общем мы позвонили сейчас animal control но служба которая занимается вот животными дикими чтобы они могли что-то предпринять может быть сейчас приедут может быть ему помощь какая-то нужна может он действительно болеет его мамочка родила и убежала и оставила может быть он нездоров я не знаю но странно что он вообще не двигается смотрите я тут шуршу хожу вокруг этого дерева а ему хоть бы что он лежит ушки прижал и все и никак не двигается малыш ну до чего такую красивую пятнышку чего ты такой слабенький прям новорожденный как будто в общем ждем службу надеюсь они приедут и помогут ему смотрите я встала и он тоже решил встать малышочек лежи где твоя мамка где твоя мама небось я тебя трогать не буду маленький такой такой маленький крошечный и ну красавчик да прям новорожденный видно недавно пару дней может быть ему еще на ногах еле стоит не бойся не бойся тетю мама оставила тут куда она делась маленького такого хорошего ну просто появился сиди 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 ноги прям трусятся ветки такие жесткие еще и скакал смотрите побежал побежал в кустике все убежал не хорошо хоть двигается то есть не переживала что он болеет или что с ним просто он притарился все побежал все отлично главное что бодрый и здоровый губа ну что ты охотник да ты охотник бдишь лежишь молодец ну что давайте начнем наш отчет о продажах как всегда в таких видео мы рассказываем как я уже сказала вначале о 20 товарах ну чтобы видео не было слишком затянутым и чтобы было легче сделать подсчет прежде чем мы начнем еще хотелось бы напомнить может быть нашим новым зрителям не обижайтесь те кто смотрит нас регулярно нам приходится иногда повторяться потому что присоединяются к нам новые зрители которые задают нам одни и те же вопросы мы продаем наши потерянные посылки здесь в основном по местности на marketplace это на фейсбуке и на ebay на ebay тоже чаще всего покупают жители америки но бывают из других стран тоже там идет дополнительная доставка дополнительная стоимость на если вы покупаете из другой страны иногда просто нам пишут некоторые зрители из казахстана или же из украины из россии можем ли мы продать им какую-то вещь к сожалению частные отправления мы не делаем во первых частные отправления они очень дорогие когда мы продаем вещь на ebay то на ebay обычно идет своя цена скидка на отправку этих товаров а если это дело частным образом то это очень дорого бывает так что доставка стоит дороже чем сам товар поэтому смысла нет переплачивать такие деньги проще уже купить новую вещь или где-то на сайте заказать уже на местности к тому же за частное отправление мы несем личную ответственность если где-то в дороге это потерялось или же например испортилась вы получили товар а он не надлежащего вида и нам придется вам вернуть деньги либо нам нужно платить страховку при отправлении чтобы если что-то случится с товаром нам могли возместить ущерб нам это не совсем удобно не совсем нужно поэтому мы делаем наши продажи здесь на местных платформах если на ebay человек покупает вещь и если она пришла к нему испорчена или как-то то там уже ebay разбирается и там уже проще ebay может возместить человеку его затраты и мы не пострадаем и покупатель тоже не потеряет свои деньги поэтому чтобы никто не пострадал никто не потерял свои личные деньги частное отправление мы не делаем к сожалению друзья если вы хотите вы конечно можете заказать на ebay эту вещь и уже ebay вам посчитает доставку сколько это будет стоить и уже у вас будут какие-то гарантии и страховки именно от этой платформы в одной из распаковок нам попадалась камера камера заднего вида для траков для rv вот таких вот автобусиков мы ее оценивали в распаковке в 50 долларов так как у нас строка нет мы конечно же ее не будем использовать мы и говорили в распаковке что будем ее продавать и мы выставили на продажу у нас довольно быстро купили эту камеру и купили у нас ее за 30 долларов то есть стоило 50 мы продали за 30 это больше чем в два раза также у нас в одной из распаковок попадалась интересная вещь очень неожиданная для нас такая подставка для охотничьего ружья она была не очень дорогая некоторые даже здесь на местности у нас спрашивали хотели купить у нас эту подставку но по сути она такая дешевая что вот как я уже говорю даже здесь на местности будет дороже стоить отправка то есть это лучше продать человеку который может и так прийти домой забрать и уйти а если это нужно куда-то отправлять ну доставка здесь в любом случае не меньше 10 долларов будет стоить а когда вещь сама по себе недорогая нет смысла даже такую доставку платить 10 долларов вот в частности вот эта подставка она стоила в магазине 26 долларов мы выставили и и за 15 долларов то есть постуйте человеку никакой разницы 15 долларов получаем мы за продажу и 10 долларов за доставку то есть те же 25 долларов человек потратят только он купит это с рук то же самое можно сделать в магазине либо в местном либо магазин привезет и если что не так можно всегда вернуть магазин Поэтому мы продали ее здесь на местности, приехал человек и забрал Как я уже сказала, продали мы ее за 15 долларов Это тоже хорошо, сумма небольшая, но учитывая, что ее себестоимость 26 долларов Продать за 15 долларов, это прям повезло нам Еще у нас однажды в распаковке попадалась такая лежанка для собак с подогревом Она в розетку включается, и вот в самом месте, где лежит собачка, она подогревается Мы уже в одном из влогов, кстати, говорили о том, что у нашей подружки есть собачка Маленькая, Максик, кто помнит, такой Йорк, малыш, который в ладошку вмещается Вот он очень сильно мерз, это как раз была зима, ему было всегда холодно И мы подарили нашей подруге для вот этого красавчика эту лежанку Чтобы он мог лежать на ней в тепле и не дрожать Оценивали мы в распаковке эту лежанку в 64 доллара Но мы с ней ничего не заработали, мы ее подарили нашим друзьям Следующий товар, который мы продали, это фары для гольфкаров Такие машинки, на которых ездят по гольфполю Или же вот в туристических каких-то местах по местности тоже там в комьюнити Люди на них ездят, отдыхают Такая туристическая машинка И вот нам попадалась фара для этой машинки Мы тоже выставили ее на продажу здесь по местности Потому что у нас люди используют такие машинки И выставили на ebay тоже И у нас ее купили на ebay И интересно, что на ebay у нас купил человек из Греции Вот как раз это тот случай, когда ebay это международная платформа И могут покупать люди из других стран тоже Оценивали мы эту фару в 77 долларов Именно столько она стоила в магазине А продали мы ее за 45 долларов Прекрасная продажа, я считаю Больше чем в полцены нам удалось ее продать Также однажды в одной из распаковок нам попадалась такая система для рассады Там было много разных горшочков Вот такая лампа, которая специально светит, чтобы растения лучше росли Слава, между прочим, хотела ее оставить себе Потому что он очень хочет заниматься вот этими вот всеми Ему это интересно Но решили мы все-таки продать Потому что в данный момент у нас просто нет времени этим заниматься И вы знаете, что мы пока что арендуем дом Тоже не хочется здесь вот это все раскладываться С этими растениями, с этой рассадой Потому что все может в любой момент измениться Поэтому мы решили все-таки выставить на продажу Очень часто в магазине лежат в открытых коробках видно такие наборы для рассады Поэтому мы решили, что еще попадется нам Еще можем осознанно даже поехать купить, когда уже придет время А эту мы выставили на продажу Она была не дешевая, стоила она 104 доллара в магазине А продали мы ее за 40 долларов Да, не в полцены, но это тоже хорошо Потому что это такая специфическая вещь Сложно ее продать дорого Ну, хотя бы вот чуть-чуть меньше, чем полцены удалось продать И супер Еще у нас была такая недорогая находка Это такая розетка с полочкой Одну мы оставили себе, у нас как-то попадалось подобное И попалась она вторая Уже она как бы нам особо была не нужна Потому что мы приспособились, ну, как бы ни к чему Она стоила всего лишь 16 долларов в магазине Но продали мы ее за 10 долларов Вот, пожалуйста Больше, чем полцены Да, сумма невысокая Но больше, чем полцены удалось продать И это прекрасно, что удалось ее продать Потому что такие недорогие вещи очень сложно продавать Потому что, ну, понимаете, да В магазине она стоит недорого Кто пойдет с рук покупать там на 3-5 долларов дешевле Но мы продали Очень много у нас попадается вещей, связанных с животными Всякие переноски Вот лежанка, да, о которой мы рассказали до этого Кормушки, что только не попадается И вот в одной из распаковок у нас попадалась переноска для животных Неплохая Видно было, что она немножко использована Но она была в отличном состоянии Мы ее оценили в распаковке в 25 долларов А продали за 15 долларов Тоже хорошо, учитывая разницу, которая получилась Еще однажды у нас попался поднос Такой бамбуковый Но у нас уже несколько разных подносов попадалось Мы, если честно, ими особо много не пользуемся То есть у нас один есть Этого, в принципе, достаточно Поэтому этот поднос бамбуковый мы выставили на продажу В магазине он стоил 20 долларов, недорого А продали мы его за 17 долларов Смотрите, 3 доллара всего лишь разница И удалось его продать Также у нас еще однажды попался в распаковке мини-холодильник Помните, такой хорошенький, беленький? Я еще им восхищалась, прям очень хотела оставить себе И на самом деле я прям долго думала, чтобы его оставить себе Но я, если честно, не нашла для него места То есть в нашей ванной, где мы сейчас живем Некуда было его поставить Просто некуда И как-то... И решила, что ладно, продадим В следующий раз Еще попадутся Мы тоже потом встречали в этом магазине потерянных посылок Такие холодильнички, мини-холодильники Они чаще всего используются либо для напитков Например, в комнате поставить Либо косметику там хранить Если у вас много косметики, которая требует хранения именно в холодном месте Такие холодильники тоже для этого используются И, кстати, в палетах мы очень часто встречали такие мини-холодильники Очень часто, когда просматриваем палеты, они там попадаются Поэтому мы не переживали, с чистой совестью выставили его на продажу Оценивали мы его в 58 долларов Тоже не особо он дорогой Если уж сильно захочется, то можно и самостоятельно его купить Это невеликие деньги А продали мы его за 20 долларов Поднос нам попадался не один, друзья Несколько Вот об одном из таких подносов расскажем также дальше Это был такой черный, интересный, симпатичный поднос Мы еще со Славой шутили тогда в распаковке Что буду тебе кофе в постель носить на розовый столик А он говорит, мне вообще все равно, с какого столика пить Лишь бы кофе в постели Вот этот вот поднос Мы смеялись Значит, ну, конечно же, мы пошутили И, как я уже сказала, нам подносов много не надо Поэтому мы выставили его на продажу Он стоил в магазине 36 долларов А продали мы его ровно в полцены за 18 долларов Это хорошо Ну и следующий товар, о котором я сейчас расскажу Это как раз розовый столик, друзья У нас их попадалось два Мы тоже шутили в одной из распаковок Что теперь у нас у каждого свой розовый столик Будем сидеть вместе в постели, пить кофе Друг другу носить на этих подносиках Ну, это все, конечно же, шутки были Вот один розовый столик мы выставили на продажу Один еще стоит, ждет своей очереди В магазине этот столик стоил не сильно дорого 28 долларов всего лишь А продали мы его за 20 долларов Хорошо, я считаю, продали всего лишь 8 долларов меньше Это прекрасная продажа Еще в одной из распаковок нам попадался такой интересный чайничек Стеклянный Маленький такой Но мы прочитали в описании Тогда было написано, что он огнеупорный Сделан из огнеупорного стекла Прикольный такой Мы думали, он дорого стоит Но на самом деле он оказался не очень дорогим Мы его оценивали в 28 долларов А продали практически в полцены За 13 долларов нам удалось его продать Просто нам не надо У нас чайников много Мы вот не такие, знаете, чаепиты Чтобы прям церемонии целые устраивать С этими чайничками Нам достаточно одного, который у нас есть Заварник и все остальное Поэтому этот мы, естественно, выставили на продажу и продали Сегодня прямо у нас товары такие подобрались Все для кухни практически Ну что-то связано с кухней Вот следующий товар, это тоже связанный с кухней Попадался у нас такой набор Солонка и перечница Электрические Классная вещь, очень удобная Но у нас есть такая И у нас потом еще однажды попадалась тоже в распаковке Поэтому, конечно же, зачем нам много Мы такие вещи выставляем на продажу И избавляемся от них В магазине такой набор стоил 31 доллар А продали мы его тоже практически в полцены За 15 долларов Несколько раз нам попадались мясорубки Два раза точно нам попадались мясорубки И вот одна из них была немножко с дефектом То есть, когда мы проверяли, мы сразу этого не увидели А потом при использовании мы поняли, что там как-то нестыковка этих ножей идет Там нужно было что-то подточить Ну, в общем, решили мы ее продать Мы это, естественно, указали в описании Что там есть дефект То есть, человек, который покупал, он это знал Может быть, у него есть возможность это исправить Мы ее оценивали в распаковке в 80 долларов А продали всего лишь за 20 долларов Да, не очень большая выгода получилась Но учитывая, что вещь немножко с дефектом То это тоже хорошо У нас она не стоит, места не занимает Мы ей все равно и пользоваться не будем Но в любом случае, свои деньги вернули Еще даже немножко получилось заработать Также много светильников у нас, конечно же, было в распаковках И вот, по-моему, в прошлом отчете о продаже Мы рассказывали о светильнике, который продали такой золотой Золотистый, напольный И точно такой же у нас был черный И вот черный мы тоже продали Черный напольный светильник Он необычный, он по-своему хорош, конечно Но он не совсем на наш вкус Мы любим немножко другой стиль Поэтому, конечно же, мы тоже его попробовали продать И у нас получилось Мы его оценивали в 50 долларов А продали очень даже выгодно, я считаю, за 30 долларов Еще однажды в одной распаковке у нас попалось зарядное устройство Для аккумулятора машины Чтобы заряжать аккумулятор У нас уже такой есть Один у нас попадался, мы его подружке подарили Ну, этот мы выставили на продажу Оценивали мы его в 80 долларов Не дешевая вещь Но продали мы тоже, я считаю, очень выгодно За 47 долларов нам удалось продать Здесь по местности 47 долларов это больше, чем половина его оригинальной стоимости Кстати, помните, как-то нам попадался радиоприемник Мы еще там пробовали волны разные искать Некоторые написали, оставьте себе Ну, мы тоже там рассуждали, да, в распаковке Что удобно, если, например, какой-то стихийный бед Если это мураган, если мы остались без связи То это вещь как бы незаменимая Но мы решили продать все-таки эту вещь Потому что невозможно все оставлять себе На всякий случай, на когда-нибудь пригодится Ну, дом не резиновый, мы не можем все это складировать А потом еще случай произойдет Попробуйте и найди этот еще радиоприемник Среди этой кучи коробок, которые мы оставили на всякий случай Поэтому мы стараемся такие вещи не оставлять на всякий случай На будущее мы их продаем И эта у нас покупка оказалась супер выгодной Оценивали мы в распаковке этот радиоприемник в 34 доллара Он был абсолютно новый А продали мы его, друзья, за 35 долларов Это вот тот случай, когда нам удалось продать вещь Не просто по себестоимости, а даже на целый доллар дороже Такое бывает редко, но как-то так Он не очень дорогой Мы посмотрели, там, на некоторых сайтах он дороже стоил И поэтому выставили его по той же цене Вот, как, в принципе, оценивали Просто округлили 35 долларов Думаю, ну купят, купят Нет, снизим цену А его раз и купили Приехал какой-то мужичок С удовольствием забрал этот приемник Вообще прекрасная продажа получилась Возвращаемся к нашим светильникам Друзья, попадалась нам как-то такая настольная лампа Со стразами Помните, такая красивая Прям, ну, симпатичная была, конечно Если бы в каком-то наборе То это вообще бы круто смотрелось Ну и само по себе ее, в принципе, можно использовать Просто нам ни к чему Нам негде У нас есть необходимые для этого вещи Как вы знаете, светильников нам попадается огромное количество Там выбор великий На любой вкус и цвет Поэтому эту настольную лампу мы тоже выставили на продажу Мы ее оценивали в 45 долларов А продали за 20 долларов На самом деле я выставляла ее дороже Но долго ее никто не покупал Как только я снизила цену Сразу было очень много предложений Желающих И ее забрали очень быстро за 20 долларов Еще одна у нас выгодная продажа была, друзья Как-то в распаковке нам попалась Вот этот аппарат Для выдувания листьев Там пыли Выдувалка такая В магазине он стоит недорого 22 доллара всего лишь Я Славе говорю Ну, выстави его так же за 20 долларов Потому что ну куда дешевле За 10 долларов Ну, как бы вещь-то хорошая Практичная Не хочется ее за бесценок отдавать И выставили мы ее за 20 долларов И у нас буквально через пару дней Мне кажется, даже на следующий день Эту выдувалку забрали за 20 долларов Вот я какой раз иногда убеждаюсь Люди вот смотрят на Marketplace объявления Такое впечатление, что они даже не проверяют Сколько эта вещь стоит в магазине Ведь в магазине она стоит 22 доллара Поехал в Walmart и купил эту выдувалку Не понравилось, если сломалась, сдал Когда ты с рук покупаешь, ты не можешь уже сдать Ты не можешь принести назад Сказать, вот она сломалась Ну, то есть вы понимаете, да, это частная продажа И как бы 2 доллара там человек сэкономил И купил с рук за ту же цену Ну, не знаю Чем руководствуются люди, когда делают такие покупки Но это уже не наше дело Наше дело продать эти вещи И продать их выгодно И вот эту выдувалку у нас получилось продать Практически за себестоимость 22 стоило, за 20 продали Ну и последний товар, о котором мы сегодня расскажем В этом видео Это был такой у нас удлинитель Для стиральных сушильных машин Он такой мощный, серьезный шланг такой Я думала, это шланг, а это вот именно провод был Такой удлинитель Нам он не нужен Сначала мы думали, возможно, оставить себе Может быть, пригодится Но потом мы порассуждали Слава сказал, нет, он нам не нужен Ну, смысл будет лежать, место занимать Он дорогостоящий 126 долларов стоил он в магазине Но именно потому, что он нам непрактичен Мы его решили продать Продали мы его за 45 долларов Да, это меньше, чем пол цены Но это все равно лучше, чем ничего Если бы он просто лежал и покрывался пылью Ни нам никакой пользы, ни выгоды никакой Так мы хотя бы заработали на нем что-то И уже сможем что-то себе купить в дом Либо те же потерянные посылки новые купить Чтобы делать для вас новые распаковки Ну, вот и все Рассказали мы вам об очередных 20 товарах Которые мы продали за это время Потратили мы на эти товары 140 долларов Потому что каждая коробочка стоила 7 долларов Общая сумма этих продаж у нас получилась 475 долларов Вычитаем наши расходы 140 долларов И получается, что мы заработали с этих товаров 335 долларов Хорошо Каждый отчет о продажах, да У нас примерно там 300 с чем-то 400 с чем-то Ну, бывало и подороже 500, там почти 600 Долларов у нас удавалось зарабатывать Смотря какие находки Просто в этом списке у нас получились Не очень дорогие товары Ну и, соответственно, и выгода с них тоже не очень высокая Но, тем не менее, она есть Тем не менее, это в копилочку В семейный бюджет И это прекрасно Что мы не просто можем покупать Потерянные посылки Снимать распаковки Что-то находить полезное Нужное для себя Но еще можем таким образом возвращать Потраченные деньги Чуть-чуть зарабатывать И иметь такой небольшой Дополнительный пассивный доход Ну что, друзья На этом наш такой небольшой отчет о продажах закончился Отчитались вам Рассказали, как мы распорядились нашими некоторыми находками Спасибо всем, кто посмотрел это видео Спасибо всем, кто посмотрел его до конца Сегодняшнее видео будет на радость тем, кто не любит, когда уходим от темы Кто иногда возмущается, пишет комментарий, что вот отчет о продажах занял там у вас 15 минут Остальное 20 минут это какие-то прогулки Ну вот это видео немножко угодит и таким людям, которым важно все по факту, по делу Но мы не специально, друзья У нас так получилось Просто так сложились обстоятельства, что мы не смогли выехать никуда Показать вам красивые места Но показали котика с моей работой И вот эту историю с этим олененком Неожиданную, такую интересную У нас столько эмоций было, мы когда увидели этого малыша под этими кустами Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть и эту историю тоже Друзья, ну на этом будем заканчивать сегодняшнее видео Как всегда, желаем всем всего самого хорошего и доброго Берегите себя Увидимся теперь в следующем видео в среду Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok